Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 25 апреля, и своеменины в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых. Сергия, Василия, Давида, Иоанна, Афанасии. Мир и благословение Божие, да пребывают с вами, дорогие именинники, радости вам и мира от Духи Святого. Сегодня Святая Церковь также прославляет новомучника, преподобномучника, послушника Сергия Кресникова. Сергий Александрович Кресников родился 1 июля 1893 года в городе Москве. Окончив школу, он в 1905 году поступил в Московский Покровский монастырь и до 15-го года пел здесь в хоре. Затем в течение двух лет пел в хорах московских церквей. Сделав за это время свой окончательный выбор, поступил в 18-м году послушником в Троице Сергиеву Лавру. Здесь он прожил до закрытия обители в 1922 году. После этого пел в хоре Пятницкой церкви в Сергиевом Посаде. А в 1928 стал служить псаломщиком в храме на Кукуевском кладбище, где был похоронен старец Зосимовой пустыни и расхимонах Алексей Соловьев. Здесь послушник Сергий был и псаломщиком, и сторожем, и председателем церковного совета. В 1935 году сотрудники НКВД арестовали бывших насельников Лавры, живших в квартирах посада, и священников, служивших в городских храмах. 21 октября 1935 года послушник Сергий был арестован и заключен в Бутырскую тюрьму в Москве. Начались допросы свидетелей и обвиняемых. Некоторые обвиняемые свидетели показали, будто Сергей Крестников говорил, что церковнослужителей замучили налогами, что советская власть поставила свои задачи ликвидировать все православные церкви в России, поэтому мы видим на каждом шагу разрушение церквей против желаний верующих. Делают это сидящие в власти евреи. Ну а, собственно говоря, советская власть в лице своих руководителей и не скрывала такой цели перед силовыми структурами. Следователь спросил послушника Сергия, какие беседы вели среди монашествующих, на что тот ответил, что беседы ведутся на религиозно-духовные темы. Одни считают, что уже наступили времена Антихриста, и по этой причине усиливаются гонения и преследования за религиозные убеждения. Но он считает иначе, что все переживают сейчас время преддверия прихода Антихриста. «Как вы реагировали на закрытие церквей?» — спросил его следователь. «Советская власть закрывает церкви без согласия верующих и делает это неправильно, а также ни за что высылает духовенство, лишая его нормальной жизни. Вы выражали недовольство советской властью окружающим вас лицам?» «Я советской властью недоволен, потому что она насильно и без согласия верующих закрывает церкви, ни за что высылает духовенство верующих. Признаете ли вы себя виновным в предъявленном вам обвинении?» «Я настроен антисоветски, потому что советская власть организовала гонения на религию, высылает ни за что верующих, без согласия закрывает церкви», — повторил послушник. На этом допросы были закончены. 5 января 1936 года закончено само следствие. Послушник Сергий был обвинен в том, что как будто бы он являлся участником контрреволюционной группировки, среди окружающих распространял ложные слухи о якобы проводимом гонении на верующих в СССР, в контрреволюционных целях прославлял могилу старца Алексея, распускал ложные слухи о чудесных исцелениях на могиле старца, читал и распространял контрреволюционную антисемитскую литературу. 8 января 1936 года особое совещание при НКВД приговорило послушника Сергия к пяти годам исправительно-трудовых лагерей, и он был отправлен в Учпеч-Лак, в город Чебью. В заключении он оказался в то время, когда снова поднялась волна гонений на русскую православную церковь, которая на этот раз не миновала и тех, кто уже находился в лагерях и тюрьмах. 21 января 1938 года послушник Сергий снова был арестован по обвинению в антисоветской агитации, заключен в следственный изолятор в Чебью. «Признаете ли вы себя виновным в предъявленном вам обвинении?» – спросил его следователь. «Виновным себя не признаю. Я говорил заключенным, что в лагере жить тяжело, больше показать ничего не могу». 15 марта 1938 года тройка НКВД приковырила послушника Сергия к расстрелу. Послушник Сергий Крестников был расстрелян 25 апреля 1938 года и погребен в общей безвестной могиле. Пользуясь, опять же, удобным случаем и служебным положением, хочется несколько слов сказать о замечательном человеке, которая сегодня отмечает свой 60-й юбилей. Зовут ее Левина Ирина Анатольевна. Руководит она большим государственным учреждением, областным медицинским колледжем. И в этой связи хочется сказать о величайшей роли Личности в истории. Потому что вся история, она пишется людьми. Людьми, которые живут так, что после их жизни остается их след в истории. Живут не ради себя, не ради того, чтобы организовать свое бытие таким образом, чтобы было сухо, комфортно, благополучно, чтобы света хватало при чтении интересных журналов, чтобы с потолка не капало, чтобы в холодильнике было все, что хочется. Это обычное дело. Но в истории всегда остается человек подвига. Когда он ради служения Богу, а реализовать свои таланты, данные Богом, это одно из служений Богу. Служение ближним, ради любви к студентам, как в этом случае, к будущим медицинским сестрам, ради любви к русской медицине, к отечественному медицинскому служению, к своим сотрудникам, человек всецело себя отдает на служение. Служение и педагога, и врача одновременно. Дорогая Ирина Анатольевна, очень надеюсь, что вы в день своего рождения услышите эти слова. Очень хочется выразить вам искреннюю любовь, признательность и благодарность. И свою огромную радость за то, что в каких-то небольших эпизодах все равно удается вместе с вами потрудиться, поработать. Какие-то небольшие, наверное, во вселенском масштабе, но очень важные и значимые дела в масштабе и города, и области удается совершать. Дай Бог вам доброго здоровья, чтобы в семье все было хорошо, чтобы все были здоровы, чтобы на душе всегда была радость и бодрость, энергия, благодаря которой вы многое делаете из веренного вам. Дай Бог, чтобы то дело, которое началось в 2014 году, после проведения Всероссийской конференции медицинских сестер, а увенчалась эта конференция закладкой камня на территории областного медицинского колледжа, камня храма, в основании храма святой преподобномоченицы Елизаветы, чтобы это дело с помощью добрых людей и искренних благотворителей, чтобы оно было завершено торжеством веры и служения медицинских сестер. Ну, потому что храм, он задумывается не просто как храм, а как храм-памятник всем сестрам, потрудившимся в нашем Отечестве во славу Божию и ради любви к ближним. С днем рождения, дорогая Ирина Анатольевна! Дорогие мои друзья, хочется заранее, еще пока есть время, до 9 мая обратить внимание на то, что есть такой замечательный проект, который называется «Мой полк». когда предоставляется возможность всем близким, у которых родные погибли в годы Великой Отечественной войне на фронте, пройти парадным маршем через центр города, неся перед собой портрет своего близкого человека. для этого на сайте «Мой полк» проводится регистрация, на сегодняшний момент уже более 15 тысяч человек изъявили желание поучаствовать в этом мероприятии. Сходите, посетите, поучаствуйте. Это очень важно для памяти наших предков и для воспитания наших детей семьями с детьми 9 мая парадом. Не пропустите семидесятилетие Великой Победы. У нашего добровольца, раба Божьего Ивана, есть такая интересная история, которая приключилась с его прадедом. Его прадед, священник Иоанн Зырянов, служил в селе Лае, Тагильского района. Храм во имя святых Марии Магдалины. Во время Великой Отечественной войны до 1946 года он служил. И всем приходом собирали средства на танк для советской армии. И через какое-то время получили телеграмму. Из Москвы 3583, 40 слов. 27 апреля 1943 года высшее правительство Тагильский район священнику церкви Лайской Зырянову Ивану Петровичу. Кстати, правнука тоже зовут Иван Петрович. Благодарю вас, Иван Петрович, и членов церковного приходского совета за заботу о бронетанковых силах Красной Армии. Примите мой привет и благодарность Красной Армии. Иосиф Сталин 27 апреля 1943 года. Ну и, конечно, память таких удивительных предков нужно чтить. Чтить и жизнью своей, чтить и молитвой, и в том числе вот таким уникальным мероприятием, в котором еще не поздно организоваться, поучаствовать. Помогай нам всем, Господь! Тан Субтитры ede Тан